всем привет друзья мои у меня вот такая коробочка правда это не распаковка распаковка была уже давно аппарат был куплен давно заказан из китая долетел удачно успешно быстро за 7 дней но он почти год у меня я ни разу на нем не летал дело в том что я на него увидел обзор на очень популярном хобби канале в россии не он очень понравился то есть мы получаем gps мы получаем пульт его 10 у меня комплектация этого 10 получать комплекте зарядку возврат домой одной кнопкой можно поставить фпв систему или купить камеру сразу фпв время полета 25 минут это вообще шикарно интеллектуальный режим полета аппаратура 24 обещает на пульт радиус 2 километра до 10 плюс еще в комплекте шел подвес ты не помню что файл сейф и возврат домой на место взлета то есть он пишет точку при взлете когда спутники поймает возвращается на место то все классно и заряд вот и защита разряда батареи то есть тоже при низком питании он вернется но друзья мои мне кажется эта вещь заинтересовала очень сильно она стоила гораздо дешевле чем на то время стоил фантом но у нее куча косяков аппарату уже почти год даже больше я его ни разу не вывел погулять значит что мы в коробке получим тут уже все вскрыто все распаковано коробки мы получим саму волкиру с такими интересными ногами не зарядка такая 23 с аккумулятора ну либо 2с либо 3с 2 типа аккумулятора мы к ней получим подвесик мы к ней получим два комплекта винтов это один комплект второй тоже имеется два комплекта винтов мы получим к ней вот такой здоровенный аккумулятор на 5200 миллиампер тяжелый трех баночный две банки в спайке то есть 6 банок три из них соединены параллельно мы получим вот такой вот пульт то есть честно скажу самое интересное что здесь больше всего понравилось это пульт это 10 каналов правления протокол дссс все почему-то волкировский пульт и хает на них стоит альтернативные прошивки но ребят он работает на том же протоколе что работает многими любимый радиолинк на радиолинке летают хорошо долго и далеко а почему-то на этом не могут очень странно протокол один и тот же хотя про пульты волкир говорят что очень плохой протокол для меня это очень необычно если кто-то знает адекватный ответ я прошу написать итак ну пульт я считаю это плюс 10 каналов с которых 6 пропорциональных то есть раз два там три 4 и две крутилочки и 5 6 плюс усиленная антенна 2 километра радиус 2 3 позиционных тумблера остальные все двух позиционники ну естественно меню все на кнопочках все настраивается можно поставить 3s оккум говорят что он некорректно меряет напряжение точнее пульт его отображает но мне кажется ему пофигу потому что если вы 12 вольт он пишет на свой будете спайка батареек или липушка но насколько я понимаю если поставить сюда липушку то при включении и выключении кнопки она не отрубает липушку и у нее идет потихоньку саморазряд естественно это надо контролировать если долго не летать это вынимать если летаете часто то контролирует проверять ну за пульте я ставлю плюс мне нравится кому не нравится напишите почему дальше ну и безобидного пульт мне нравится потом подвес двухосевой подвес сделанный из силумины предполагаю у него тут есть вибро вибро обвязочка своя с резиночками резинки говорят рвутся поэтому лучше заказать другие есть прозрачные они стоят дешевле и износостойкие они мне заказан на всякий случай потому что на всякий случай когда я начал читать форум я понял что много что надо докупать значит подвес сделан из силумина при падении легко гнется плохо выпрямляется часто ломается и но работает он мне корректно то есть многие говорят что он там заваливает камеру там туда-сюда у меня работает корректно в этом я считаю плюс и мне повезло так что подвес меня устраивает него свой контроллер все в коробочке никаких плат не надо в термоусадку сажать проводочки мне все нравится по подвесу так дальше подвесу разобрались аккумулятор только отдача 10 c для волкира это достаточно кто-то пишет что оригинальный аккумулятор летает хорошо и долго некоторые даже ставят на какие-то самосборы и все их устраивает ну аккумулятор как себя покажет неизвестно дальше зарядка зарядку мы выкидываем сразу потому что она либо не заряжает либо заряжать плохо либо заряжает долго но опять же один ампер на 5200 миллиампер аккумулятор это это пять часов ждать пока зарядиться и не всегда хорошо работает зарядку сразу рекомендуют менять на аймакс то есть дополнительно деньги дальше пропеллер пропеллеры данному аппарату подходят только оригинальной потому что какие бы народ не ставил на форуме летает все криво и значит сама волкерка я беру свой лист заготовку что я тут написал и значит мы получаем первое что советуют владельцы это заменить аппаратуру вот аппаратуру меняют по причине того что стоит приемничек приемничек стоит волкеровский rx 703 а и при файл сэйфе при потере сигнала он выдает максимальный сигнал на пятый канал то есть возврат домой если он вошел в этот режим при потере сигнала вы полноценное управление коптера обратно не вернете если надо его перехватить и куда-то отвести в сторону или он у вас полетел китай естественно вы его потеряете то есть меняется приемничек приемничек меня часто с аппаратурой но можно как альтернативу поставить какой-нибудь rx1002 или rx1202 но rx1202 столь как 2102 поэтому это плюс еще вложения дальше замена штатной батареи опять же к народ советует другую более надежную предлагаю ставить ставят две зипе компакт получается по 2 200 4 400 ну кто-то летает на них говорит вау коптер совсем меняется получается классный полетом 20 минут но он активный агрессивный там как угодно короче потом предлагает народ замену движков замена двигателя чему она наступает во первых здесь очень слабый шток здесь вот резьба 4 миллиметра естественно на такой пропеллер ставить 4 миллиметровую резьбу это это косяк здесь есть направляющие то есть пропеллер по не посадишь он по шлицам как бы садится но при перетягивании гайки шток ломается а гайка перетягивается потому что надо его хорошо зафиксировать потому что везде резьба одинаковая на всех четырех моторах то есть нету левая нету правой везде только правая и опять же гайки косячные если мы возьмем гаечку ее покрутим видно что она вся кривая естественно в этот момент ломается шток то есть меняем и моторы если вы ставите мотор валкировский обломать шток он стоит порядка 1400 рублей за 2000 рублей за две с половиной можно купить комплект моторов из четырех штук самозатягивающими гайками вследствие если мы меняем моторы мы меняем и регулируем мы теряем свою подсветку народ ставит афро не афро мотор и ставит гарты то есть мы уже меняем моторы меняем регулируем дополнительно вкладываем деньги плюсов становится все меньше дальше полетный контроллер здесь стоит новый их высокотехнологичный полетный контроллер называется дева м этот коробка которая сделана на основе орду лота только урезанные но есть какие плюсы это выведены сигнальные фонари которые показывают проседку просадку батарейки там режим калибровки компаса показывают что-то еще пока количество пойманных спутников но у вас стоит орду то есть полетный контроль настраивается через юизби вот здесь есть везде дырка через программу миссион планер народ поменяв моторы поменяв регули поставили батарейки зип и компакт начинают вникать полетный контроллер понимая что это орду и выскакивают вот такая куча настроек которые надо подправить естественно это все под возня это все время это нету гарантии что он конкретно поймал спутники и можно и может долететь домой что там дальше у нас то есть очень сложная настройка непродвинутым людям это будет тяжело это при удачном настройке в суде опять же по форму который почитал от первой до последней на данный момент страницы они приближаются к 300 ей все прочитал мне было не лень то что не было интересно не хотел аппарат запустите не чтобы это был первый последний полет и он у меня исчез кстати gps здесь стоит под крышкой до компа здесь выглядел на отдельно на компасе стоят болты обычные металлические которые тоже рекомендуют заменить на либо латунные либо там силуминовые либо на пластиковые место я поставил из нержавейки предвкушая полет но пока полета нет значит дальше то есть очень часто первый полет заканчивается заменой корпуса это лучший вариант то корпус регуль если полома лучше регуль перекручивается к лучу ломается трескать замена мотор обрывает провода то есть первый полет это минус 4000 сразу неудачно дальше но мозг давай им к нему можно получить сдержку обычную мавлинг маленькую платку сделать выводы опять же их там нету это и он до отклеить его надо вскрыть надо аккуратно подпаяться вывести провода сделать настройки в меньшем плане перепрошить этот мавлинг залить туда нужную прошивку и тогда мы получим osd да вы забудь какая вам нравится там можете поставить вид ее сделать настройки там что показывает на экране что не показывать но это опять же время дальше можно поставить 3d радио модем это вообще круто на планшете на смартфоне или на нетбуке там на чем угодно будет показываться его путь полет можно задавать режимы сразу на ходу возврат домой висеть на точке тыкаю пальцем в карту указывать ему куда лететь это тоже вроде как плюс до этого плюс еще надо дойти поэтому все вот это то что можно навесить дополнительно 3d радио модем 100 200 и 3000 прием приема и передающий модуль то есть плюс еще так 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 ну не знаю может быть наверное это и все но все это почитав осмыслив я пришел к очень простому выводу надо купить вот такую коробочку и на ней летать это назад назад лайт не это нативный gps я думаю и сюда поставить подключить запустить и посмотреть потому что тот полетный контроль и который стоит там с ним морочиться я не хочу это долго это без гарантии и нормальных полетов может не быть в принципе вот и все ставим лайки и я бы купил все таки фантома я не говорю что там он круче он летая стабильная там он супер-пупер нафигает головняк купил все хочешь полетать поснимать он докупить полетать поснимать потому что все ложные вот в этот коптер деньги они будут гораздо больше стоимости этого аппарата ну наверно раза в два проще сразу взять фантик у меня это будет это будет на за все спасибо всем пока ставим лайк кому понравилось но не верим всем обзором